Всем привет! Продолжаем походы в мир искусства, рассматриваем картины. Аллегория Регенства Анны Австрийской, автор Лоран де Лагир. Женщина, являющая персонификацией Франции, изображена сидящей в центре большой композиции. Облаченная в драпировке, она держит пальмовый вет, символизирующий победу, и глобус с изображением геральдических лилий Флёр де Лис, с XII века эмблема французских королей. Ее коронует лавровым венком стоящая женщина, олицетворяющая победу или стойкость, о чем свидетельствует колонна за ее спиной. Над ними парит трубящая слава, а стоящая справа мальчик бросает оружие войны в огонь, что является знаком мира. На заднем плане изображен классический храм, вместе с рогом изобилия и плодом, приезжающий у ног Франции. Он символизирует блага и радости мирного времени. Эта картина написана в 1648 году, ее не случайно считает аллегории регенства Анны Австрийской. Ее сыну, будущему королю Людовику XIV, было всего пять лет, когда умер ее отец. И Анна регенствовала с 1643 по 1661 год. Часто путают с картиной Вестфальский мир, написанной художником в год окончания 30-летней войны. Ну вот, такое описание картины. Я нашел в интернете картина аллегория регенства Анны Австрийской, художник Лоран де Лагир. Все, пока, всем привет, до свидания.